Друзья, всем привет! Холоднючий сентябрь на дворе, а мы продолжаем ходить в гости по различным жилым комплексам, куда нас приглашают в первую очередь люди. Выходят люди, которые всем довольны, но при этом говорят, но есть у нас один значимый минус, от которого может пострадать абсолютно весь дом. И с этим минусом мы сегодня вас познакомим. Мы сегодня поставим несколько риторических вопросов застройщикам, потому что, как выяснилось, они тоже просматривают эти видеоролики. Друзья, поймите, мы стараемся сделать все объективно и полезно, чтобы вы, когда в дальнейшем захотите купить квартиру в новом жилом комплексе, на этапе котлована или уже готовую, знали, куда смотреть и знали, что вас может там ожидать. Если вас это устраивает или это можно устранить, супер, покупайте и живите на здоровье. В общем, сегодня мы познакомимся с жильцом дома, который нам все детально расскажет и покажет. Вам приятного просмотра. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Друзья, я думаю, что мы приехали в очередной такой же жилой комплекс, который мы снимаем. И с одной стороны да, а с другой стороны нет. Вот смотрите, мы находимся в 8 километрах от МКАДа, но при этом это новая Москва. Покупая квартиру здесь, вы уже получаете московскую прописку. Как вам такое? Совсем недавно мы снимали дома в 800 метрах от МКАДа, но там Московская область. Таким образом, покупая квартиру здесь, вы получаете все плюшки московской прописки. Что они в себе несут как-нибудь, мы обязательно сделаем про это отдельный сюжет. Ближайшая станция метро «Рассказовка». От нашего дома, где мы сейчас находимся, пешком примерно 15 минут. Аэропорт Внуково находится неподалеку от этого микрорайона. Именно поэтому мне не удалось сделать шикарные кадры с коптера. Он постоянно норовил улететь. Застройщиком является российская инвестиционная и девелоперская группа компаний «Абсолют». Как нам рассказали, весь этот микрорайон, вот эти все разные дома, построили именно они. Я полез в интернет посмотреть отзывы. И на удивление, многие из них действительно позитивные. Уж не знаю, настоящие они или нет, но найти прям чего-то негативного, чтобы народ поднимался на бунт, было невозможно. Но тот косяк, с которым столкнулись жильцы этого дома, мне кажется, удивил даже самого застройщика, как они вляпались. Я вам сегодня обязательно все покажу и расскажу в деталях. На секундочку, выезжать утром из этих жилых комплексов, естественно, проблематично, потому что пробочки собираются на выезд из ЖК и точно так же на въезд в Москву. Но, тем не менее, практически все квартиры, которые здесь есть, как рассказывают, люди скупаются, вы слышите постоянные звуки перфораторов, долбежка, ремонты идут, никто никого за руку не тянет. Купи, мы тебе сказали купи. Люди приносят денежки сами. Значит, их это устраивает. В любом случае, пойдемте познакомимся с одним из жильцов этого жилого комплекса и послушаем, что в первую очередь расскажет про него она. Я рад вам представить Ольгу. Оль, привет! Огромное спасибо, что пригласила нас в гости. Ольга, мама двоих замечательных детей, муж сегодня дома, выходной, находится с детьми. Ну, давай с тобой начнем с позитивной ноты. Во-первых, вот этот жилой комплекс начал строиться, если не ошибаюсь, еще в 2012 году. И все здесь активно идет, из года в год появляются новые фазы строительства. Факт в том, что вы здесь проживаете с 2015 года. Но, условно, в первой вот этой фазе, которая началась строиться. Верно? Да, да, да. Вот расскажи, пожалуйста, как вы купили там квартиру, почему в этом направлении, почему вы решили купить другую квартиру здесь, вот чтобы людям было понятно. Ну, началось с того, что когда родился первый ребенок, мы решили приобретать свою первую недвижимость и обратили внимание на этого застройщика по рекомендации наших знакомых. То есть, так как мы приезжие, мы не знали как бы города, не знали ни застройщиков, никого. Вот. А потом случилось, что мы когда заехали, то все было хорошо, мы были довольны. Когда наша семья пополнилась, мы жили в двушке. И сейчас живем в двушке. Когда семья пополнилась, мы решили, что нам нужно расширяться. Вот я тебя, извини, прерву здесь. Смотри, напомни, пожалуйста, чтобы просто интересно было. Получается, в 2015 году вы покупали квартиру двухкомнатную. Сколько она тогда стоила примерно, не вспомнишь? 7,5 миллионов. 7,5. Это с тем учетом, что был год до введения в эксплуатацию. То есть, ключи мы получили через год. Потом, конечно, она уже стоила около 9, там 9,5, вот так. А вот квартиру, в которую мы пойдем сегодня в гости, она получается 85 квадратов? 84, да. Ну, большая получается квартира, а вы покупали в каком году? В конце 2019 года. То есть, дом еще тогда строился? Да. И за сколько вы ее купили? За 10,400. На сегодняшний день дома введены в эксплуатацию. Мы с вами активно слышим, как идут ремонтные работы. И она сегодня примерно стоит 16,5, ты говоришь? Ну, да, это минимум. И это подчеркиваю, что в вашем корпусе, где мы находимся, квартиры без отделки? Без отделки. То есть, там еще нужно делать черновую отделку, потом уже чистовую. То есть, там много предстоит работы и вложений финансовых. Таким образом, получается, пожив здесь без малого 5 лет. Смотрите, друзья, мы заходим в жилой комплекс, где сейчас проживает Ольга. И обратите внимание, да, здесь уже какая-то совсем другая движуха. Народа здесь побольше. Но здесь еще есть важный момент. Если мы пойдем потихонечку так вот через дворы, 10 минут, и станция метро Рассказовка. Правильно? Да. Один такой важный момент. Почему именно здесь? Потому что немножко мы завязаны под детей. Ребенок при рождении получает прописку и становится в очередь в сад. И так как я примерно понимаю ситуацию в Новой Москве, что семей с маленькими детьми очень много, сады не успевают строиться. И мы понимаем, что у нас как бы немножко замкнутая ситуация. То есть, мы не можем сейчас взять, поменять район. То есть, мы опять становимся в конец очереди. А так как ребенок уже стоял в очереди и в сад, и в школу. И чтобы как бы без проблем везде попасть, мы думаем, почему вроде бы же хороший застройщик. То есть, мы здесь живем, здесь все хорошо, как бы нас все устраивает. Нам нравится то, что близость непосредственно к работе мужа. Поэтому, как бы других вопросов даже не возникало. То есть, мы даже не могли представить, что мы столкнемся с какими-то трудностями. Дома не имеют подземного паркинга? Нет. Раз. Первые этажи где-то коммерческая недвижимость, где-то некоммерческая, правильно? То есть, перемешку идет. Да. Паркинг у вас сейчас скрытый, строится. Да, да. Но его сейчас пока почему-то забросили. Вопрос такой, с точки зрения машины мест, есть куда машину ставить? Или такая же стандартная проблема, как везде, что не запаркуешься? Смотри, так как мы живем вот сейчас в непосредственной близости к метро, ну, мы после 7 часов вечера, мы стараемся домой не приезжать. То есть, стараемся все дела делать до 7 часов вечера, потому что машину поставить просто нереально. Вот прям вообще идеал для всего этого, чтобы у всех домов была своя парковочная зона подземного паркинга. И чтобы это было доступно по деньгам, чтобы люди могли ставить машины исключительно на подземный паркинг. У нас одна машина в семье, как бы, ну, про две я даже и думать не думаю, потому что это прям проблема очень большая. Я вам предлагаю переместиться к тебе в гости. Пойдем посмотрим, что вы купили, кратенько расскажем. Притом на улице сегодня дико холодно. И продолжим наш диалог. Пойдемте. Пойдемте. Далее я вам покажу планировку квартиры и расскажу, с какими мелкими косяками столкнулись ребята и самый основной жесткий косяк, из-за которого они боятся переезжать в этот дом. Но всем тем, кто замерз, всем тем, кому не нравится наш климат, есть для вас полезная информация. Последние 5-7 лет стало популярно переезжать на юг. Многие устали от холодного климата, плохой экологии и вообще в целом хотят что-то в жизни изменить. И самым популярным городом для переезда на юге нашей страны является Краснодар. И не секрет, что Краснодар – это столица обманутых дольщиков. Город контрастов с неоднозначной репутацией. Тем не менее, город активно строится и развивается. В нем много возможностей для личностного развития, построения карьеры и бизнеса. И вот помочь вам разобраться во всех тонкостях переезда, покупке любой недвижимости, инвестирование в какую-либо недвижимость, без кидалов, без подводных камней, вам поможет такой человек, как Маслевский Роман. Потому что он в открытую ведет канал на ютюбе под названием «Дневник риэлтора». На своем канале он показывает не только преимущества города, но и открыто говорит обо всех недостатках и нюансах. Также Маслевский размещает много аналитики на своем канале о динамике спроса и ценах на недвижимость. А его агентство недвижимости, маслевский.рф, может помочь вам с выбором района, квартиры, коттеджей или земельного участка. Помогает купить жилье, инвестировать ваши денежки в недвижимость. Есть живые примеры, где люди заходили с суммой от 500 тысяч рублей. Проводят дистанционные сделки. Также есть отдел по дизайну и ремонту квартир и домов. И важно понимать, что Роман не местный житель. В 2015 году он точно так же переехал в Краснодар и через все вот эти сложности прошел лично. А в 2016 году создал свой канал и начал этим заниматься, где открыто показывает, как это все правильно делать. Потому что у ребят произошло нехилое развитие. На сегодняшний день у него целая команда настоящих профессионалов. Все, кто подумают о переезде в Краснодар, изменить свою жизнь, начать все с чистого листа или просто проинвестировать куда-нибудь в теплое место. Все подробности я оставляю в описании. Ссылочку на канал, ссылочку на сайт, телефоны. Звоните, связывайтесь, на все ваши вопросы вам ответят. Пользуйтесь на здоровье. Давайте с вами кратенько осмотримся. Поначалу все очень даже неплохо. Ну согласитесь, если смотреть на старые дома, там пятиэтажные в Москве, серые, унылые, где дворы все убиты, здесь все свежо. Ну действительно, друзья, тут ничего не скажешь. Я знаю прекрасно, что многих из вас там бесит человейники, муравейники, высокоэтажная застройка. В дальнейшем мы съездим на другой конец Москвы, где как раз покажем четырех-пятиэтажную застройку, как это выглядит в виде современных жилых комплексов. Потихонечку идем, у нас получается входная группа, а в первую очередь глаза бросается вот эта дверь. Мне прямо стало интересно, что это такое, если подземного паркинга нет. Как выяснилось, эта дверь нас должна вести в подвальное помещение, где точно так же жильцы дома могут купить себе кладовое помещение, небольшое. Но сейчас она закрыта, как нам говорят, потому что там идут подтопления. Соответственно, спуститься туда мы встретим там лужу. Правда это или нет, зайти не можем, поэтому озвучиваю серии слухи. Никаких Face ID и прочего нет. Дом считается, как нам сказали, комфорт плюс. Комфорт плюс или нет, вы расскажете. Но входная группа, на первый взгляд, неплохая. Когда мы заходим в подъезд, вид такой солидный. Вроде бы как приехали в какой-то отель. Оль, слушай, а когда дом в эксплуатацию введен? В мае. Есть же какой-то, приходишь, там не будет, как правило, ремонта, но и денежку ты там отдашь совсем другую. Ну что, пойдем? Так-то в целом, да? Нифига себе, подъездик солидно. Подкупает тебе такой интерьер? Да. Уже встретили нескольких рабочих, которые вышли с таким дичайшим перегаром. Там просто ребята такие, с камерой пришли. Значит, в доме всего 17 этажей. У нас здесь есть как бы так три корпуса. Семнадцать, двенадцать и восемь. Рассказываю вам прикол. Вот эти вещи, это сделали жильцы этого этажа. Все квартиры здесь проданы. Их этаж, они о нем заботятся. Для того, чтобы в процессе ремонта лишний раз стены не страдали. Хотя стены здесь тоже, смотрите, сомнительного качества. Циферка один уже отвалилась. Здесь они приклеивали вот подобные вещи на обычный малярный скотч. Оно отваривается. По-хорошему, если грамотно сделать стены, если я не прав, поправьте, такого быть не должно. Факт. Ольга с мужем приходят на приемки квартиры. Здесь все новое. То есть вы видите, как это должно выглядеть без вот этих вот вещей. Никаких велосипедов нет. Но что меня удивило, я даже посмеялся в голос. Она говорит, вот этот мусор лежал здесь 31 числа. 31 мая. С 13 мая. Извязь, с 13 мая. Я говорю, подожди, подожди. Я не понял. То есть все было чисто. Но вот эта кучка здесь лежала, да. И сегодня, например, мы снимаем 3 сентября на момент съемки. И эта кучка также лежит. А что, вы ждете, когда застройщик уберете? Ну, я написала письмо, да, управляющей компании, чтобы она... Это же не мой мусор, почему я должна его убирать? Поняли? Все по-честному. То, что их, их, а это ваше. Так что, уважаемый застройщик, 15 этаж, приходите, вас ждут. А вон, кстати, и пивко от строителей. Вы принимали квартиру. Вам ее сдали в срок или все-таки были какие-то задержки по срокам? Нет, не было никаких задержек. Как раз было в срок, но было очень много мусора. Видно было, какие-то недоделки. Мы принимали квартиру без специалиста, который принимает. То есть я не учла, что у нас на этаже был мусор. Это тоже нужно было все оказываться. Почему ты не найдешь себе человека, который будет принимать квартиру? Мы думали, мы все типа заменим, знаешь, мы все равно радиаторы. То есть мы все будем менять. Я считала, что нужно принимать квартиру с экспертом тем, у кого квартира с отделкой. Потому что там действительно ламинат, там проемы и так далее. Поэтому я думала, что ну тут все равно все переделывать. Здесь мы заболтались. Пойдемте внутрь. Итак, мы заходим в квартиру. Реальная площадь полная. 84 квадратных метра. Когда они пришли, квартира была без отделки. Некоторые стены, несущие они стояли, некоторые стены, например, вот эти, они поднимали сами. Потому что по планировке они задумали здесь, например, встроенный шкаф. Вот обратите внимание на эту карту. Оля, когда я зашел, я сначала задал вопрос, что дизайнера нанимали. Как выяснилось, дизайнер здесь ты. Да. Кратенько расскажу. Ты прошла обучение. Да. И, соответственно, ты человек требовательный, как выяснилось. И ты понимала, что если вы будете нанимать дизайнера, ты его по полной программе. И решила, что все ты будешь делать сама. И, соответственно, все, что мы сейчас видим. Розеточки, расположение. Это планы электрики. Планы электрики. Расположение мебели, что где должно стать, это все сделала ты. Да. Все продумывала я. Муж влазил, говорил, так, давай-ка по-другому. Доверился полностью. Спасибо ему огромное. Да, он полностью мне доверился. И спасибо ему за это. И вот здесь, чтобы сэкономить ваше время, я вам показываю состояние квартиры. Сами видите, черновая отделка. Они только подняли стены, готовятся делать разводку под электрику. Планировку квартиры, как она будет выглядеть, я вам вывожу на экран. Кому интересно, можете нажать на стоп. Посмотреть, что у них будет одна комната для одного ребенка, другая для второго. Третья комната, она у них будет разделена. Там будет сделана спальная зона. Уже предусмотрена туда вытяжка, приточная вентиляция, вытяжная вентиляция. Отдельная, естественно, кухня, квартира угловая. В общем-то, она в целом светлая. Два санузла. Отдельная комната будет для гардероба. В общем, действительно, расширились. 84 квадрата для трехкомнатной квартиры. Это неплохо. В идеале, конечно, здесь увидеть балкон или лоджию, но в современных новостройках это редкость. Вот общаясь с тобой, я понимаю одно, что объективности ради, вы так-то всем довольны. Есть ли бы ни один косяк, про который мы сейчас уже будем активно рассказывать. Да, и понимаешь, Дим, я на данный момент не являюсь пострадавшей стороной. То есть я просто, может быть, с какой-то повышенной социальной такой ролью здесь выступаю, потому что я пока просто боюсь. Почему? Потому что мои соседи по моему стояку столкнулись не единожды и даже не дважды некоторые, а много уже раз, когда у людей просто прорывало стояки горячего водоснабжения. Насколько я знаю, с 2016 года металлические трубы были уже запрещены и сварка. И все начали сейчас, застройщики, делать трубы из полипропилена. И как бы, ну, раз все делают, в принципе, никто не против, но мы как раз столкнулись с тем, что, возможно, эта партия, она была невозможна, а она 100% была с браком. Почему? Потому что у людей прорываются стояки именно в месте не где соединение, где спаивались эти трубы, а как раз на чистых участках. И эти прорывы, они имеют вертикальную форму. Труба из стояка, квартира 498. Вот трещина видно. Авария 18 августа 2021 года. И вот сейчас мы переходим к кульминации этого сюжета. Все людям нравится. Купили квартиры с удовольствием, но сейчас идет массовая проблема. Это протечки. Вот эти пластиковые трубы, они трескаются, соответственно, течет вода. Где-то кипяток, где-то холодная вода. Ну и, собственно, вот вам живые кадры, которые сделали жильцы этого дома. Купили квартиры с удовольствием. Прекрасно. Рыбанул вам, трогун. Буквально 3 секунды. Прекрасно. И вот это только первая часть касательно стояков, что они текут. Это еще не последняя проблема в этом жилом комплексе. Прекрасно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Меньше течь не стало... Примерно так же, как и днем... Может быть чуть-чуть побольше... И светло... Продолжение следует... Многие начали уже переезжать... И тут бах... У кого-то пошла протечка... И, соответственно, эта протечка... Топит там этажом ниже, ниже, ниже... Опять затопили нас... Вот вода... Хорошо, что я устал зайти еще... Сегодня... На полу полностью вода... Сейчас протру... Затопили... И, соответственно, вот такие кадры получаются... Вот что значит... Пришла беда... Оттуда, откуда не ждали... И даже если нанять эксперта... Который бы с вами принимал квартиру... Ну, я, честно говоря, сомневаюсь... Что он бы сказал... Что, слушай... Ого, вот эти трубы... Они не выдержат... Поэтому лучше квартиру... Там не принимай... Или вообще не покупай... То бишь, вот та изюминка, да... Которую мы сегодня встретили... Что все здорово... Всем довольны... Но жить мокро... Вчера была встреча с застройщиком... Застройщик сказал, что... Они ищут виновного... Но, к сожалению, для нас виновный застройщик... Мы ему доверялись... Мы купили квартиру... Но при этом, насколько я знаю... Застройщик вам высылал ряд сертификатов... На эти трубы... У кого они закупали... Что они всему соответствуют... То есть, с точки зрения застройщика... Он пока что не сказал вам... Всем до свидания... Он шевелится... Да... Ну, как бы как шевелится... Он говорит о том, что... Он готов возмещать ущерб... Но, Дим, понимаешь... Даже если мне полностью вернут... Стоимость ремонта... В случае протечки... Мне все равно... Не нужны эти деньги... Потому что я хочу жить... В сухом помещении... Не затопленным ни разу... То есть, нужны какие-то гарантии... И... Так как... По моему стоику уже было... Много прорывов... Естественно... Я переживаю... Что я тоже могу... В какой-то степени... Оказаться следующей... А... 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 Таким образом, мы здесь подводим такую черту, что в этом доме, с одной стороны, вроде бы все классно, он достроен, он введен в эксплуатацию, вы все с удовольствием покупаете квартиры, которые в силу ряда обстоятельств тоже выросли в цене, но вот стояк может в один прекрасный момент подвести так, что он просто прорывается и всех затапливает. Да, 31 августа была мощная авария, прорвало сразу несколько стояков у нас в подъезде и мы сейчас, уже сегодня 3 сентября, 4 дня мы живем без воды, то есть ни строители не могут продолжать полноценно свою работу, как бы не те люди, которые уже заселились, потому что такие единицы есть. То есть есть те, кто уже переехал даже? Да, есть те, которые переехал, есть те, которые пострадали, вот прям свежий-свежий ремонт, только заехали и у них прорвало. Вот отсюда тоже вот вода идет. Вот посмотрите, что творится. Сейчас сняли обои, тогда все отошла штукатурка, шпаклевка, вот все на обоях, потому что все тепло под обоями, все, вот что творится. Резетку покажи. Вот так вот. Вот это, конечно, серьезный нежданчик, когда в новом доме текут трубы. Отовсюду, друзья, вы посмотрели, кадры просто изо всех щелей все льется, а, соответственно, вода, это что? Это сейчас сырость, плесень и еще ряд проблем, которые могут быть. Вот кадры в зимнее время, как выглядел дом обледенения. И на момент монтажа Ольга рассказывает, что активно сейчас борются застройщикам. Он дает различные отписки, что не мы виноваты, такая-то квартира виновата, что виноваты, виноваты. В общем, сейчас они разбираются, но сам факт того, кому нужны эти проблемы, когда ты покупаешь квартиру в новостройке для того, чтобы прийти, сделать ремонт и жить. Оль, но возвращаясь к твоей квартире, расскажи, что здесь не так и с чем еще был жесткий косяк из серии для тех, кому уже построили, кто уже сделал ремонт. Мы столкнулись с тем, что у нас общий стояк именно по отоплению, он находится в мопе, в подъезде, в местах общего пользования. И доступ, как бы, он у всех. И получается, что заведены две трубы, и от него идет разветвление. У меня шесть радиаторов на всю квартиру, и поэтому получается, что у нас идет одна труба, и вот на уголочке, или как они соединили, фитинги. И еще я разговаривала с сантехниками, и они мне говорили о том, что трубы, может быть, здесь и неплохие, но фитинги, которые это все соединяют, это вообще из другой оперы. То есть, как они так, и соседний дом, он полностью с отделкой, то есть вот эта же красота у них такая же, как у нас. Но у нас из-за того, что квартира без отделки, у нас есть возможность вложиться финансово, заменить это все и сделать с нуля, как бы поменять и радиаторы, и поменять саму разводку отопления. И уже потом под стяжкой у нас, как бы, мы будем точно знать, что у нас ничего не прорвет, нигде не будет подтекать. А покажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что вот именно в этих соединениях у людей идет стяжка, соответственно, это все дело залито бетоном. Да, да, да. И вот в этих местах со временем прорывает, начинает идти вода, и, соответственно, все это пошло вниз. Да, она может потихонечку капать, и просто будет постоянная влажность на момент, когда будет отопление в квартире, и оно будет просто постоянно литься, литься, литься. То есть, может быть, это даже не увидит собственник, но он будет жить просто в этой влажности. А может и прорваться прям мощно. То есть, это все зависит, на самом деле, от самих этих соединений. То есть, как бы, это просто вот, я считаю... Ну, это тебе, так сказать, сантехники. Но пока что еще живой ситуации, чтобы у кого-то это прорвало не было, или уже были? Были, были. Уже были. Да, 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 да. Просто это было, когда весной. Когда еще дом не был введен в эксплуатацию, и мы проходили, смотрели квартиры, мы видели, что вода стоит, в квартире стоит вода, потому что там вот лужи от отопления. Вот здесь хочется поставить вопрос к застройщикам. Не только этого жилого комплекса, а вообще всех других. Вас встречает отдел продаж, который, ля, ребята, идите к нам, мы вам рады, сейчас все сделаем. Все идет классно. Но потом, вот из-за двух косяков, допустим, раз, который еще устраним, и второй, самый жесткий, где нужно, чтобы застройщик это решал вопрос, вы сейчас тупо приостанавливаете все ремонтные работы. Да, мы вынуждены остановить ремонт, потому что вот сейчас, почему и висит, собственно, план электрики, потому что мы планировали уже следующим этапом делать электрику. Но и в тот же момент ты просто еще и боишься, как ты сама сказала, что ты сейчас делаешь здесь красивый ремонт, вы вложите деньги, а потом у вас это все прорвет и потечет. Вот вопрос к застройщикам, а куда вы смотрите, где вот ваши прорабы? Я же понимаю прекрасно, и мы с тобой понимаем, да и все понимают, что у вас нет задачи построить так, чтобы оно специально прорвало. Ты будешь застройщик, но по-любому не хотел, чтобы у вас здесь что-то текло, потому что, ну, он же понимает, что в любом случае суд, ответственность, опять плати денег, нахрен это надо. Прораба по-хорошему надо звать и говорит, там, Сань, ты был у нас здесь старший, почему так произошло? Саня придет, скажет, а я не знаю, блин, вы у меня сертификат. Я, честно, не знаю ответ на этот вопрос. Мы постоянно с собственниками, с такими же соседями, с такими же пострадавшими людьми общаемся. И все говорят, что да, нужно в суд обращаться, да, нужно независимую экспертизу проводить. Пока вроде бы как застройщик идет к нам, ну, на диалог, да, он идет, но тем не менее, почему-то не хочет брать на себя все-таки ответственность, а пытается сейчас найти виноватого, что он не виноват, что это ему трубы-то плохие привезли, и он не видел, что там что-то там вот такое бракованное. Вот в чем соль, а то, что мы как бы покупали не у завода-изготовителя эти трубы, мы покупали у застройщика полностью квартиру. Он имеет лицензию застройщик, и он как бы, это уже его зона ответственности. Конечно, когда мы принимали квартиру, нам говорили, да, это нормально, сейчас везде такие трубы, да, все хорошо, да. А то, что они там буквой С уже там у кого-то. То есть они же действительно у кого-то из-за рода. Они выгибаются, да, да. При этом эти дома тоже уже все сданы, они идут, получается, с отделкой. Вот этот дом с отделкой. А ты состоишь в чатах в местных, то есть ты все знаешь. Да, я активно пользуюсь чатами. Вот на что в основном сейчас люди жалуются от минуса? Насчет отделки, это вообще отдельный разговор. Действительно, есть, мы с тобой говорили про отопление, как раз про то, что это отопление у них залито стяжкой, и это отопление весной еще подтекало, и у людей испорчены стены, испорчены дверные проемы, наличники. То есть люди открывают наличники, а там просто махровая плесень, и непонятно, куда бежать, куда обращаться с этой проблемой. Люди самостоятельно пишут иски, пытаются взыскать за ремонт денежную компенсацию, но пока каких-то положительных решений ничего еще пока не нет. Ну, потому что все в процессе, все-таки не так это давно все было сдано, а сами понимаете, суды у нас идут не один месяц, а полгода-год, поэтому нужно разбираться. И это, получается, у нас как бы разделен, да, скажем, микрорайон, вот это одна часть одного застройщика, а это уже совсем другое. Нет, это все один и то же застройщик. Просто в разных стилях дома построены некоторые. Да, но я тебе хочу сказать, что вот эти дома, они уже строятся под другим юрлицом, но застройщик ЖК это одно и то же. И справа я к тому, что вот эти дома беленькие, это тоже он строил. Да. Слушай, ну здесь у вас, получается, он целый город вам построил. Он так и называется, город, парк Переделкино-Ближняя. И если посмотреть по сторонам, ну, как обычно, друзья, аптеки есть, продуктовые магазины есть, ветклиники, в общем, такое по мелочи, все, что нужно есть. Кинотеатр сходить есть куда? Нету. Нету. Каток крытый? Каток есть в старом Переделкино, вот, собственно, у меня ребенок занимается хоккеем, мы его возим туда, то есть это 5 минут на машине. Ну, вообще, вот, проживая в таких жилых комплексах, есть необходимость вообще выезда в Москву, например. Вы, по сути, имеете московскую прописку, вы живете в Новой Москве, до метро, как ты говоришь, от твоего дома там 15 минут, да, от другого дома, где ты сейчас живешь, 10 минут. Когда последний раз еще в Москве было? Слушай, давно. У меня маленькие дети, я, как бы, муж очень часто работает, постоянно, да, работает, и я, как бы, ну, я езжу сейчас там, допустим, по своему ремонту, могу там выехать, там, на выставку, на какой-то этот самый, ну, то есть каких-то вот, чтобы я на постоянной основе куда-то выезжала, такого нету. А вот этот красивый офис продаж, ты здесь покупала квартиру с мужем, в которой мы только что были? Нет, мы еще покупали в старом офисе продаж, который на улице Анны Ахматовой расположен, это они его недавно построили. Слушайте, друзья, ну, выглядит вообще эффектно, реально, здесь ходит прям банкетный зал, делай, свадьбы, играй, дни рождения, то есть, ну, действительно. Никаких подвохов. Когда ты приходишь покупать первичное жилье, ну, согласитесь, это все-таки как-то так внушает то, что, ого, супер, нежели чем вторичка, пришел там бабушка, дедушка, либо какой-то хозяин из Сирии, а вы точно будете покупать, а не точно, я не продам. Короче, рядом строится еще один дом, правильно? Да. И все это здесь вокруг стоит один и тот же вот этот застройщик. Да, да. Вот так вот, друзья, крупный бизнес, просто реально в поле построил целый микрорайон, который, какой слоган у вас? Город, где живет детство. Соответственно, под детей, вот сын у тебя, например, которому сейчас сколько, 7,5? Да, 7,5. Он бегает, его устраивает что-то или он там иной раз говорит, мам, поехали куда-нибудь еще? Нет, нет, ему очень нравится, да. Ну, ты знаешь, детям нравятся как раз эти яркие площадки, им больше ничего особо не нужно. Но сын все время проводит на футбольном поле, поэтому ему больше ничего не нужно. Дим, а вот школа, она у нас одна единственная на весь наш микрорайон. Вот все, что мы сейчас видим вокруг нас, все вот эти дома, на все это одна школа. Да, и вот только сейчас они начали строить вторую школу. Слушай, ну, понятное дело сразу, что очередь там бешеная, и она по-любому уже, эта школа вся там перенаполнена. А куда ездят дети, у которых, например, нет возможности ходить в эту? Есть развозка, детей развозят в ближайший район и еще вот в переделке нам. Ну и как обычно, нам подвернулась уникальная возможность пообщаться с молодым населением. Кабил, привет. Со школы идешь? Ну, да, со школы. Рассказывай, в каком классе учишься? В шестом-то. Много народа в школе сейчас? Вот нам говорят, что у вас здесь одна единственная школа. Вот ты приходишь, детей там полно? Да, там очень много детей. У нас одна школа на весь наш район. А у вас есть как-то по очередям, что первая смена, вторая смена? Да, у нас есть. У нас только первая и вторая. А ты давно в этом вообще микрорайоне проживаешь? Ну, да, давно. Ну и как вот тебе в целом, нравится здесь жить? Площадки детские, друзья, все классно или хотелось бы уехать? Все хорошо, жить можно, особых проблем нет. То есть, пожаловаться тебе не на что? Ну, да. Интернет дома нормально, по-любому же в компьютере играешься. Вытягивает или так себе? Да, в норм. В норм. Ну, короче, все классно, жизнь в кайф. Верно понял? Друзья, это говорит молодой население. Тебе спасибо. Уроки делай хорошо, чтобы не быть такими, как вы. Все, чао-пока. Оль, слушай, вот вы живете в одном из этих домов. Соответственно, регулярно ты выходишь гулять на эту детскую площадку. Да. Самое стандартное, что мне всегда кажется, что это так быстро надоест. Ты приходишь, первый раз, все классно. Смотрите, все новенькое, дети бегают. Но представьте, каждый день, каждый месяц, каждый год, пока дети растут, ты выходишь гулять вот сюда. Да. Ну, послушав тебя, что ты говоришь? Ну, моим детям очень нравится. И, соответственно, сына никак не напрягает, не надоедает ему? Вообще нет, 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 он кайфует, он постоянно просится гулять. И второй тоже, который растет, ему тоже. Да, горка, горка, мама горка, ей надо на горку. И, соответственно, вот этот детский сад тоже? Да, это детский садик. Действующий и, естественно, тоже с бешеными очередями? Ну, да, да, конечно. Только с рождения нужно, как только рождается ребенок, сразу в очередь. Слушай, расскажи, пожалуйста, про соседей. Вот не бывает такого, что кто-то здесь напился, орет, что как бы ты приезжаешь, все-таки люди поприятнее? Ну, во всяком случае, я, может, слышала про какие-то отдельные такие моменты, но на самом деле нет. В основном это как бы все очень адекватные, все очень доброжелательные, как бы все тихие. Ну, нам, где мы сейчас живем, нам очень повезло, мы дружим с соседями, то есть все замечательно. Можем оставить детей, если вдруг кому-то. То есть мы без бабушек, без нянь, без никого. И при этом как бы можем спокойно обратиться. У меня уже очень много здесь друзей, знакомых. И еще это даже одна, наверное, из причин, потому что почему бы я тоже не хотела бы менять район, потому что очень сплочаешься как бы с... Ну, привыкаешь, своя душа уже, да, здесь есть. Да, 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 да. Это стало моим вторым домом. Друзья, вот вдумайтесь, один косяк... Косяк. Который меняет абсолютно вообще всю картину. И вы сейчас просто будете сидеть. А кто-то сидит на пороховой бочке, у кого-то это единственное жилье, и кому-то надо жить. Да, 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 да. Кто-то быстрее меняет съемное жилье, быстрее переезжает, потому что финансовые... То есть, как хотела я вообще? Я хотела, чтобы мы тоже то ли ту квартиру продали, то ли мы ее сдавали, чтобы мы имели какой-то определенный доход, да. Потому что тянуть две квартиры, ну это тоже как бы нам нет резона. Само-собой, да. Сейчас эта квартира стоит, она только тянет расходы, она не приносит никакого дохода. И мы там живем тесно, ребенок пошел в первый класс, и как бы младший ребенок мешает. То есть, мы хотели до Нового года уже заехать, но, как видишь, мы уже точно не успеем. Насколько я знаю, мы сегодня приехали, ты говоришь, к вам новости приезжали снимать Россия-24. Все снимают про эту проблему с этим стояком, правильно? Да, да, но мы как-то, мы хотим какой-то максимальной огласки, мы хотим, чтобы немножко репутация Абсолюта, застройщика, чтобы она как-то, ну не то чтобы подмокла, чтобы они поняли, что мы не собираемся просто сидеть и молчать. Вот ты, когда покупаешь машину официального дилера, да, ты приходишь и ты не думаешь о том, что у тебя там какой-то плохой мотор или еще что-то. То есть, ты понимаешь, что я у официалов, да, я у людей, это не то, что там ты на вторичном рынке покупаешь, да, и ты не знаешь, что тебя там может ждать. То есть, ты понимаешь, что у тебя какая-то есть гарантия. И они мне, я говорю, я поменяю свой стояк сама, да, ну, как бы можно, пожалуйста, я вызову специалистов с золотыми руками. Они говорят, вы что, ваш дом на гарантии? Дим, какая гарантия? Какая гарантия? Где эта гарантия? Понимаешь? И я не вижу этой гарантии никакой. Ну и, естественно, все это будет подтверждено видео и фотоматериалами. Оль, если бы к тебе сегодня обратился кто-то из людей и сказал бы, подскажи, пожалуйста, вот я хочу купить себе квартиру в новостройке, на что ты бы посоветовал человеку обратить внимание? Знаешь, так как мы покупали квартиру, когда мы не имели возможности зайти в квартиру и посмотреть ее, то есть она еще была, плюс был того, что тогда была цена, ну, соответственно, ниже, да, и мы хорошо сэкономили. Но минус это то, что ты не знаешь, скажем так, что тебя ждет. Потому что все может быть хорошо, как, в принципе, в основной массе у людей, но и могут пойти, как бы, вот такие вот... Косички. Косички, да. Соответственно, тебе какие-то рекомендации, что в идеале, если это не этап котлована, естественно, заказывать, наверное, экспертизу сразу, чтобы смотрели. Ну, тоже, понимаешь, экспертизу, многие, кто заказывали приемку квартиры с экспертом, все равно они принимали эти квартиры, то есть нет ни одного отказа, да, из-за того, что там нельзя было. То есть есть проект, есть проектная документация и есть какие-то вышестоящие инстанции, которые давали добро нам вот эту эксплуатацию. И эксперт, он не может, как бы... Увидеть, что это косяк. Да, он не может этого увидеть, да, он же не может провести экспертизу непосредственно. То есть проводилась там какая-то гидроудары, там делались как-то, но они, во всяком случае, должны были. То есть очень много скрытого, очень много от нас. Мы не владеем информацией, правильно? То есть мы просто видим дом, квартиру и как бы... И уже по факту начинаем как бы разгребать все какие-то нюансы. В завершение, на сегодняшний день, проживая в этом жилом комплексе, в этом микрорайоне Переделкино-Ближняя, тебе как? Вот по пятибалльной шкале, с точки зрения уровня жизни, комфорта, инфраструктуры, вот все-все-все, вот какую оценку ты ему поставишь? Ты знаешь, я бы, наверное, не ставила никакой оценки, потому что все-таки я считаю, что в любом жилом комплексе абсолютно есть и плюсы, и минусы. Я призываю и хотела бы своим вообще посылом сказать, что не нужно, скажем так, проблемы застройщика возлагать на жильцов. То есть нужно по максимуму соответствовать тому уровню, который ты рассказываешь в офисе продаж, о том, что нам говорилось, что там будет супер все современно, все будет супер красиво, но, к сожалению, красиво, но мокро. Вот на этом мы с тобой закончим. Тебе огромное спасибо за участие. Я надеюсь, что этот сюжет и вам какой-то выхлоп, да, что побыстрее застройщик вам порешает вопрос. Ну и в тот же момент людям будет приятно и полезно посмотреть. Итак, друзья, самое время сделать выводы. Мы записываем в той части, где сейчас проживает Ольга, ее супруг и дети. Вот примерно так же, скорее всего, и будет выглядеть тот жилой комплекс, где они сейчас начинают делать ремонт. Когда все заселятся, когда все будет благоустроено. С одной стороны, хочется сказать, ну вот муравейники, а с другой стороны, вот так вот гуляя здесь, я вам честно скажу, по ощущениям более чем приятно. Чисто, аккуратно, разграничены детские зоны, садики, школы. Но все равно совсем действительно другой уровень. Надеюсь, то, что их вопрос будет решен. Для нас же с вами это полезная информация. Подчеркиваю еще раз, мы никому не делаем рекламу, мы никому не делаем антирекламу. Спонсор выпуска по ссылочке ждет вас в описании. Если вы хотите снять сюжет про ваш жилой комплекс, вам есть действительно что рассказать полезного, негативного, чтобы это было интересно, пишите почту со мной в описании. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok